Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но с самых юных лет Больше всего хотела она Научиться истине Приобретение Премудрости выше Рубинов, не равняется С нею золото Такие удивительные слова могла Прочесть она в Библии А золота и Рубинов Скажу я вам, было у нее очень много Ведь родилась она В семье римского сенатора Человека богатого и очень Влиятельного Он верил в языческих богов А его супруга, мать святой Анастасии Была христианкой Все свои усилия Прилагала она к тому, чтобы дочь Была воспитана в законе Божьем Отец смотрел на это сквозь пальцы Да и некогда ему было Заниматься дочерью Все свое время он посвящал делам Государственным Поэтому в детстве святая Анастасия Анастасия получила доброе христианское воспитание Она рано осталась сиротой Сначала отошла ко Господу Ее горячо любимая мать А затем приставился и отец Анастасии досталось весьма богатое наследство Она могла жить в роскоши И ни о чем не заботиться Но ей больше нравилась другая жизнь Имея пропитание и одежду Будем довольны тем Прочитала она в посланиях апостола Павла Эти слова глубоко запали ей в сердце В них она почувствовала необычайную простоту Где простота, там и Господь Говорят добрые люди И эта мудрая не по годам девушка Решила жить скромно И не тратила тех сокровищ Которые остались ей от отца Словно чувствовала, что вскоре они пригодятся И не ошиблась В начале IV века Римский император Диоклетиан Начал жестоко преследовать христиан Темницы наполнились узниками Вот тогда-то и нашла святая Анастасия Благое применение своему наследству Брала на собой немного золотых монет Дорогих камней И шла в тюрьму По дороге покупала пищу и одежду для заключенных Стражи беспрепятственно пропускали богатую госпожу А христианские узники получали все необходимое Святая видела, что многие из них больны И поэтому поспешила выучиться врачебному искусству Лечила она раны этих страдальцев И укрепляла их в вере Ее постоянно видели с небольшим кувшинчиком в руках В нем она носила дорогие целебные мази С этим сосудом, кстати сказать, она часто изображается на иконах Но главным средством исцеления Была, конечно, ее горячая молитва Со многих узников Стражи, получив от нее пару золотых монет Снимали кандалы За это уже при жизни Цветую называли узорешительницей То есть разрешительницей уз Освободительницей атаков Не может укрыться город, стоящий наверху горы Сказал когда-то наш Господь Вот и подвиг святой Анастасии не утаился от глаз язычников Темничные стражи догадались, что она христианка Отвели ее к правителю области Тот вступил с ней в спор о вере Но тут же его проиграл Не зная, что делать с этой знатной римлянкой Он отправил ее к самому Диоклетиану Император тоже попытался склонить ее к язычеству Но мудрость святой подвижницы Заставила и его быстро умолкнуть Так сердечная простота и небесная премудрость Победили злое коварство безбожных правителей Наставил Господь святую подвижницу на путь спасения И сподобил ее вечной славы в своем небесном царстве С праздником вас, дорогие друзья! Всего вам доброго! И храни вас, премудрый Господь Молитвами святой Анастасии Узрешительницы Молитвами святой Анастасии Узрешительницы Молитвами святой Анастасии Узрешительницы